Всем доброе утро, ребята, на канале Новый Влог. Федор Сергеевич, куда ты с самого утра собираешься? В сад. В сад идешь? Да. Тебе уже три года и надо в сад идти? Да. Ничего себе! А что это у тебя там в рюкзаке такое? Машина черная. Машина черная? Ты ее с собой взял? Будешь играться там? Да. А делиться будешь с детками? Ну да, буду. Ну да, молодец. Пакет собрал? Ну да, собрал. Справку взял? Да. Ну что, помаршировали с тобой? Курточку оденем и пойдем? Нет, без курточки. Без курточки? Так там прохладненько. Все, ребятушки, сегодня Федор идет первый раз в садик. Надеюсь, все будет хорошо. Я без курточки пошел. Без курточки. Пойдем. Мы вам еще попозже покажем там в саду, в самом садике, как он уже будет уходить. А потом еще покажем после сада и спросим у Федора Сергеевича, как ему было в саду. Окей? Да. Ну, пошли. Ну что ты мой деловой? Все? Да. Поехали? Да. На лифте, да? Садик у нас рядом через дорогу. Так что мы пешочком. Да. Давай, спускайся. Рюкзак свой держи крепко. Распадает. Давай, я тебя поправлю. Вот так. Все, давай руку маме. Давай. А вон у нас уже и садик за деревьями. Вон там детки бегают, видишь? Зарядку делают. Да, гаря. Угу, пошли. А что я делаю гаря? Сейчас поближе снимем. Погода сегодня хорошая. И Федор Сергеевич побудет пару часиков в саду, да? Угу. Угу. А мама на работу сходит, да? Ага. Угу. Ну что, Федор, видишь? Вот он сад. Да. Вон, видишь, детки бегают. Да. Нам с тобой к заведующей, потому что первый раз. И она нас отведет в группу. Идем. Угу. Давай ручку. Беловой. Руку даже не дает. Та-дам! Вот так у нас такой садик. Все так аккуратненько. Сюда ходили и Соня, и мальчики. Все сюда ходили, в этот сад. Он у нас возле дома. Здесь даже есть бассейн. Вот здесь такое правило дорожного движения. Дети изучают. Я с листом. Но Федор идет сразу в сад, потому что ему уже 3 года. Вот, видишь, дети, занимаются физкультурой. А вот на той площадке когда-то мальчишки и Соня. Это была их площадка. И папа. И папа даже, да? И я. И ты будешь тоже. Да, и мама. И мама. Да. Важный такой Федор Сергеевич. И Ксюфа, и Ксюфа. И Ксюфа, и Ксюфа. Да, и Ксюфа. Пойдем. Как красиво. Это аисты. Да. Там грибочки. Да, мы видим. Видишь, как красиво. А вот тут заведующий. Мы идем туда, но снимать не будем. Так, давай, снимай рюкзак и снимай кроссовки. Будем переобуваться. Штанишки оденем другие, да? Мы попали в Сонину группу, где Соня заканчивала. Она отсюда выпускалась из этой группы, да? И даже Сонина воспитательна. Хорошо. Давай, снимай штаны и оденем другие штаны. Давай, другие я взяла полегче. Давай, я здесь пока побуду. Иди, руки помочь воспитать. Давай, иди, подай мне ручку, я тебе покажу. Так. Ты будешь играться? Красивый. Ну, все, пока. Я потом за тобой приду, хорошо? Ну что, мои хорошие, уже два часа, Федор Сергеевич в саду. Иду уже за ним, потому что думаю, что два часа для первого раза достаточно. Беру банан, потому что он не кушал. Я позвонила воспитательнице, она говорит, тихо играется. Спрашивает, где мама, но не кушал, не завтракал. Поэтому он у нас с едой такой, с вопросами парень. Поэтому возьму банан, чтобы там он от голоду, животик у него не болел. Перу вас с собой, посмотрим, какой там. Ну что, Федор, как тебе детский сад? Нормальный. Нормально? Нам воспитательница, точнее нянечка, не разрешила снимать в группе, наругалась. Ага. Ну что, ты не кушал? Кушал. Нет, ты не кушал. Почему ты не кушал? Потому что я, тетя Касабы, что я кушал, потому что... Потому что ты кушал, да? Но ты не кушал дома, поэтому ты чуть-чуть обманул, получается? Да. Да, это некрасиво. А чего ты не кушал? Что давали на завтрак? Кашу? Нет. А что? Амадевусы. Амадевусы, да? Понятно. Короче, мечтатель. Ну пошли, погуляем с тобой. Да. У меня есть банан, будешь? Угу. Будешь? Мам, что там едет? Мусоровоз едет. Мам, мусоровоз едет. Забивать мусор. Да, а завтра пойдешь в сад? Тебе понравилось? Мам, что там? Тебе понравилось в саду? Да. А там троллейбус. Деток много в саду? Да, там троллейбус. Троллейбус. А ты игрался с детками? Да, игрался. А там мусоровоз. Там мусоровоз. Ты машинку свою давал детям? Ага. Квасаная. Да, квасаная мусороз. Ну пошли, пошли, мой хороший. Эй, малой, у нас сегодня еще много дел. Да. Еще малых отвезти в школу. Да. Мы с мамой в парикмахерскую. Соня на бадминтон. Завозим мальчишек в школу. Да. Да. На бровку наехал. Потом маму в парикмахерскую. Да. Потом забираем соловью. Везем ее на бадминтон. Ага. Итак. Еще эти тетрадки для лабораторики для Сони купить. Да, Соне надо купить тетради, контурные карты. Короче, всего-всего. Поэтому мы отправляемся снова в путешествие. Да, папа? Да. Ни минуты покоя. Что-то я хотела сказать. Да забыла. Так, наверное, хотела. А, рассказать хотела, что мальчишек. Кроме гитары, что у вас еще? Какие музыкальные занятия? Будьте здоровы. Музыка, хор. Музыка, хор, вокальные ансамбли, сольфеджио, да? Чтобы не просто так. Вокальный ансамбль, ну это песню поете. Вокал. Да, 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 да. Вы, наверное, в прошлом году не ходили, потому что у вас... Феденька, помолчи, пожалуйста. Совпадало с футболом. Нет, в этом уже не совпадает. Со сном утренним совпадает. Скажем, что... А, что там, на 8? На 8,55. Светлана Евгеньевна. Это... Бордовые куртки. Ну, ну, там туда идти. Выходите. И идите пока там потусуете с детьми, а потом уже как пойдете в школу. Так они вместе с детьми со всеми и пойдут в школу. Ну, сейчас идите. Все, пока. Пройдем. Все, ведите себя хорошо. Ну что, Федор Сергеевич уснул? Все, режим, ребятки. Ага. В сад вставать это вам не в 10 часов просыпаться, когда все дома. Спит. Пойду, разложу ему кресло. Пока только физика и география. Химии нету. Пойду в другой магазин после парикмахерства. Так, ну что. В одном магазине очередь сумасшедшая. Химия только на белорусской мове. Я решила Софью Сергеевну не напрягать. Или себя не напрягать. Побежала в другой магазин, купила химия. Седьмой класс на русском. На русском языке. Да, и таблицу Менделеева. Покалочку такую? С таблицей растворимости. Ага. Уже мы и забыли, да, папаша? Такое. Ага. И таблицу умножения, пацанам. Скоро кто-то будет капец-капец плакать, учив ее, типа, все лето. А теперь надо будет на оценочку. Ну, кстати, знаешь, даже учитывая, что они целое лето ее просто просматривали, пусть даже не выучили. Ну, блин, выучить-то они уже точно, уже не так сложно, я думаю. Ну, я думаю, тоже. Федор Сергеевич почти просыпается. Просыпается. Потихоньку. Смотрите, мама постриглась. Едем домой. Соню еще не надо забирать? Ой, как красиво. Нет, Соня вообще в пять закончится. Соня тренировки удлинились. Будет теперь подольше. Короче, с нами погнали дальше. Так, папа наш поехал на работу. У него там прорвало трубу. Да? Позвонили, сказали, что топит. Вот, ну, он уже едет назад и сейчас завезет нас куда? Нам надо забрать мамину машину. Мы ее дедушке одалживали, потому что дедушкина сломалась. Так вот дедушка свое отремонтировал. Мы сейчас поедем забирать мамину машину, да? Да, а вот это что? Вот это что-то. Рулетка. Вот папа едет. Сейчас он нас отвезет за маминой машиной. Вот папа. Так, папа звонил. Новый учитель пацанов по гитаре. Владислав Владимирович. Он, наверное, тот же, кто и у Софьи, нет? Нет, не тот же. Он сказал только мальчики, да. Короче, предложил вторник, четверг на 11 и на 10. Я говорю, сорян. Да. У нас футбол. Он говорит, плохо. Я говорю, ну, решайте как-нибудь вопросы, если хотите наших гитаристов лицезреть у себя в группе. Короче, перезвонил. Все правильно, все правильно. Федькин, тише, пожалуйста. Перезвонил, дал расписание. Одно в среду там у них как раз сальфеджио с утра, потом будет гитара у обоих. Вот и отлично, потому что все равно им с утра идти на сальфеджио. Они записаны в группу продленного дня. И как раз потом попадают на гитару. Вот, супер. Ну, это будет одна гитара. И на пятницу надо. И потом... Чтоб у них, потому что тоже вокал. И вот на пятницу пусть будет гитара. Вот по пятницам не работает. У них же там тоже свое. Короче, кого-то еще на понедельник, а кого-то на четверг перед уроками. И кого-то на понедельник. Вот я, я, я не понимаю, почему нельзя их сразу одновременно двоих взять? Ну, потому что нельзя. Показывай сразу двоим. Сразу двое по очереди отыгрываете. У него часы, ты ж понимаешь? Ну, и ставь себе потом часы, хоть сто часов ставь. Ну, вот так тебе легко сказать. Вот, короче, да, расписание не совпадает с футболом, самое главное. Ну, а дальше как уж будет. Ну, что, получается, как и второй класс, как и первый класс, просто каждый день загружен. Полный, 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 полный день занят, а то вот сегодня они пришли с трени. И что? И ты сейчас они знают, куда себя деть, да. Да, потому что уроки делают вечером, освобождаются полшестого. Еще могут сделать уроки спокойно. Так и теперь, когда сниматься? Будем сниматься, никуда не денемся. Короче, едем пока за моей машиной. Не, он у нас брал, наша машина. Погода такая хорошая. Прям, ну, чувствуется осень. Ну, ветерок. Правда, чувствуется осень? Это и есть оттенок осени, ветерок. В сентябрь уже даже запах воздуха какой-то другой. Нет, извините, это я. Это ты? Нет, папа, это не ты, это осень. Это осень. Что ты хотел, папа, сказать? Хотел сказать, что вот едем по нашей почти объездной дороге вокруг города. Кат. Почти Мкат, да. Выкат. Выкат. Беская кольцевая дорога. Но она не совсем кольцевая, немножко она не замыкается. Интересно, есть грибы или нет? Мама наша такая грибница. Собирайте за грибов. Я всех уламываю сходить в лес. А все понимают, что грибов нет. И никто не будет. Зря предотвесемся все это время. Хотя бы подышать воздухом лесным. Я так люблю в лес за грибами ходить. Кто еще любит, пишите в комментах, ставьте лайки. Что, нас сфотографировали? Очень приятно. Опять на маму штраф. Нас или Бэх. Вот интересно. Ну вот не знаю. А мы туда едем. То подождем немножко, с недельку. Если нас, то нам письмо придет. Главное, что машина зарегистрирована на меня, и я получается злостная нарушительница. Ну, у нас знака просится. Нарушает. Папа, мне теперь лизинг на автомобиль не дадут, потому что у меня много штрафов. Тебе уже вообще никакой лизинг не дадут. Ну что, забрали мамину машину, да, Федор? Да. Теперь Федор с мамой едет. А папа курит. Ай-яй-яй. Федор, ты что, не хочешь с мамой ехать? Да. А чего ты не хочешь с мамой? Тебе больше нравится папина? Да. Ну, извините, Федор Сергеевич. Такой вы деловой. Поехали. Папа поедет за Соней, а мы с тобой за братиками. Да? Да. Да.